Разумеется, после великолепного релиза первой части Modern Warfare было очевидно, что для игры выйдет продолжение, и пока она разрабатывалась, разработчики Triarch выпустили Call of Duty World of War, после которой уходит Call of Duty Modern Warfare 2, о которой мы сейчас поговорим. Продолжение следует... В отличие от первой части, в Modern Warfare 2 сюжетные миссии приобрели намного больше экшена, которые показывают себя во всей красе в таких миссиях, как Скалолаз, Осинное гнездо, Отдыхать надо было вчера, Колония, Второе солнце, Незаконченные дела, и так далее. Миссии с морпехами США некоторым личностям не понравились, потому что, цитирую, где мой капитан Трайсовый гост? Я не согласен с этими людьми, и сейчас объясню почему. Во время прохождения данных миссий, ты чувствуешь себя частью огромного механизма с своими братьями по оружию. И, к счастью, эту концепцию развили и превратили в рекламную кампанию с живыми актерами и слоганом «Their soldier in all of us» — солдат в каждом из нас. Персонажи стали более выделяющимся, как пример, самый узнаваемый и любимый персонаж всей франшизы Call of Duty — Ghost. Сейчас, по мнению многих школьников, которые полноценно познакомились со франшизой Call of Duty, благодаря Warzone и Call of Duty Mobile, и которые только в вышеперечисленные игры не играют, по их мнению, я буду говорить ересь, но Ghost был довольно плохим персонажем, если так можно выразиться. Ghost скорее был способом получше продать игру, ведь загадочный, безликий солдат, в пипец какой крутой маски и призрака, выглядело и вправду очень круто. Как показала практика и время, способ очень даже рабочий, и другие игровые студии начали это подмечать. Ну что до самого Ghost? Он не прописан как персонаж в рамках игры. Он никаким образом не раскрывается как персонаж. К нему не проникаешься ровно до одного момента. Трилай, Reporting! Проник wymts! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Да, сейчас реже пойдет о миссии «Незаконченные дела», когда в конце миссии мы эвакуируемся вместе с Гоустом, однако нас ранит мида, но Гоуст берет нас и тащится до вертолета. И вот казалось бы, вот оно, спасение, но вдруг... Этот момент показывает, что Infinity Ward с помощью грамотной постановки великолепному саундтреку могли придать значение смерти таких персонажей, как Роуч и Гоуст. Кстати, о саундтреке. Думаю, будет сложно отрицать, что Ханс Циммер – настоящий гений. Его саундтрек придавал каждой ситуации в игре тот или иной смысл. Как пример. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уровни в Modern Warfare 2 стали более проработанные и детализированные, чем в первой части, а вот про карты в мультиплеере я потом подумал. Кооператив? Я бы мог снять для вас фото же Кооператива, но, к сожалению, у меня не друзей, с которыми я мог бы в него поиграть. А так, в спецоперациях можно довольно долго залипнуть, хоть и одному, но всё же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начну с самого приятного для любого любителя мультиплеерных шутеров – с оружия. Как вам Акимба-Глок, который забревает вас за доли секунды? Или Акимба-Винчестеры, что будут ваншотить вас на всех дистанциях? Подствольный гранатомёт М-203, с обращением с которым справится даже обезьяна? Нет? Конечно, в наше время и в реалиях клиента IW-4X бороться с этими вещами можно. Но в 2009 году мультиплеер Modern Warfare 2 представлял собой токсичную, извиняюсь, помойку. Тем не менее, оружие довольно забалансированное. Ведь то, что играть с М4А1 легче всего, это не значит, что он лучше, например, ТАР-21. Если у игрока достаточного умения, он сможет использовать любое оружие. А если у него их нет, то, разумеется, его лотдаут будет представлять собой М4УМП, М4УМП, М4УМП. Однако, как я уже сказал, клиент IW-4X решает проблемы с балансом оружия и перков. Карты. Безусловно, есть хорошие карты, например, Раст, Афган, Скидру, Терминал. Но как насчет карт Дерейл, Фостленд, Куари, Андропас? Эти карты слишком большие для Call of Duty. А так как они большие, они замедляют геймплей. А некоторых заставляют геймперить по полчаса в одном месте. По поводу прокачки. По каким-то причинам пропали золотые камуфляжи. Появились баннеры, ну и конечно же киллстрики, которые можно менять. AC-130, Tactical Nuke, Chopper Gunner. Эти и другие киллстрики мотивируют игрока их набивать и постепенно становятся лучше и опаснее для оппонентов. По поводу режимов. В прошлом видео я сказал, что разница между TDM, Freefall, Search and Destroy и Domination довольно большая. TDM это обычный сбор киллов. Игроки бегают по карте кругом, ищут друг друга. Freefall практически то же самое. Только она заставляет игрока поворачиваться каждую секунду, чтобы его не убили в спиду и по возможности искать жертв. Все, о чем ты строй, как я уже сказал, очень уникальный режим. Ведь каждый гаммфайт в нем довольно напряженный. Ведь это не TDM, ты сразу не возродишься. Domination режим, который дает цель игроку. Ведь если посмотреть со стороны на битвы в Freefall и Domination, игроки бегают по кругу, ища противников. Тем же самым и заняты противники. Но в Domination игроки начинают концентрировать свое внимание во главных точек A, B, C. Правда, справедливости расскажу, что находятся имбециллы, которые играют в Domination как в TDM. То есть они занимаются обычным набитием киллов. Теперь мы можем брать три перка, а не два перка, как это было в Modern Warfare 1. Конечно, кто-то попробует возразить и скажет, что в Call of Duty 4 тоже было три перка. Согласен. Но первый перк представлял собой набор инструментов и гаджетов. А в Modern Warfare 2 это уже какой-нибудь бонус. Создание класса. Это занятие, которое может занять у вас как минимум 20 минут. Какой перк лучше использовать? С каким оружием комбинировать набор своих перков? Получится ли у тебя реализовать потенциал класса, который ты в него вложил? Потом запускаешь игру, играешь, смотришь, чего не хватает, а что лишнее. Я с уверенностью могу сказать, что создание своих классов это визитная карточка серии Call of Duty. Мультиплеер играется в общих ощущениях очень хорошо. И для игрока, находящегося в 2022 году, имеющего при себе слабый компьютер, будет довольно неплохо в него поиграть. Уверен, он оценит. Как итог, хочу сказать, что Call of Duty это уникальная игра, которая раньше занималась развитием своей основы мультиплеера. Бонусом которой идет одиночная компания и кооператив. Но, к сожалению, для многих в нашей стране Call of Duty это шутер-тир, исключительно в синглплеере. А разработчики развивают не основной мультиплеер, а какие-то способы скопировать чужие идеи, усовершенствовать их и лежать в куче денег. А что же до моды WoW 2, это уникальная игра, в которой каждый человек найдет себе занятие. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Если да, то надеюсь на ваш лайк и подписку. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok